Потому что я к нему уже вот так настроена, понимаете, себя не выдернешь за шею из болота. Я к нему уже вот так настроена, Олег Геннадьевич, я не могу по-другому на него смотреть. Я о нем думаю, меня уже трясет. Я не могу с ним жить, Олег Геннадьевич, не могу. Согласен. Так вот, знайте, что выход есть. Для этого нужно параллельно развивать другие отношения. Эти отношения не являются греховными. Если бы вы с мужчиной, с другим развивали параллельно отношения, то был бы грех. Но отношения со святым человеком, со святостью, с иконой, с священным писанием, с святой книгой, не грех развивать. Это никогда не мешает близким отношениям между людьми. Как некоторые люди, они начинают ревновать. А куда ты пошла? А чего ты туда ходишь? Кого ты там ищешь? Того, кто не является тебе конкурентом. Бог не является конкурентом никому, потому что Он и так самый близкий, Он и так живет в сердце каждого. То, кого она ищет, уже живет в ее сердце прямо, гораздо ближе, чем ты. И ты никогда не приблизишься на такую близость, как Бог находится к нам. Никогда никто не приблизится. Мы когда говорим, я же больше так не могу, мы кому говорим? Никого нет вокруг. Богу. Или, допустим, радость в сердце возникает. Кто посылает? Он. Он постоянно там находится и постоянно нам помогает жить. Мы ничего об этом не знаем вообще. Знание. Бог посылает человеку в сердце. Если он достоин. А если не достоин, то иллюзию посылает в сердце. Чего он достоин, то и посылает. Если человек настроен на святость, то отношения с близким человеком немедленно начинают меняться. Это происходит незаметно. Потому что отношения сами по себе – это самая тугая вещь в судьбе. Невозможно заметить, что меняется что-то. Но можно заметить. Но это за то, что ты заметишь, это не будет то, что ты хотел. Вот, допустим, если я сейчас спрошу любого из вас, у кого поменялись отношения. Вот вы начали слушать лекции, менять себя. У вас точно поменялись отношения. Поднимите руку, у кого вы поменялись. Теперь поднимите руку, тот человек, отпускайте. Кто чувствует, что это именно то, что он хотел. Вот так уже несколько человек подняло. Нормально. Есть такие люди, я согласен. Но это большой подвиг, понимаете, получить в отношениях то, что ты хотел. Так сильно все это поменять. Это круто. В основном люди меняют, но они не знают, сколько в силы надо вложить, чтобы получить вот такой результат. Это все равно, что ты снег разбрасываешь, думаешь, что там такая куча, она такая плотная, что получается куча в три раза больше. Только она тебе казалась маленькой, а просто она плотнее. Понимаете, отношения с вами по себе имеют очень плотную природу. Поэтому, потому что это и есть наша судьба. Судьба, как купится много жизней. Не то, что там сейчас разгребу и все счастье, понимаете. Много жизней я копил все, что там у меня внутри. Что происходит, что делает со мной близкий человек. Но не все так плохо, мои дорогие друзья. Как только человек встает на правильный путь, он начинает пытаться видеть святость во всем. Пытаться, вот понимаете, вот это и есть то, что надо делать. Нужно отвлечься, оторваться от близкого человека. Потому что что делает судьба? Она сначала делает больно. Твоя память к этой боли приковывается. Как только ты приковываешься к боли, ты начинаешь видеть еще хуже этого человека. Хуже, хуже, хуже. И это бесконечно начинаешь орать. Стань лучше, я не могу так с тобой жить. И когда ты орешь, он еще хуже становится. И это все приводит к полному разрушению отношений. Это просто замкнутый круг. В нем нет никакого спасения. И в ведах это сравнивается, вот этот стиль судьбы, как через близкие отношения судьба разрушает. Как человека, так и отношения. Она так действует, через память о боли. Человеку все больнее и больнее, он приковывается к боли. Это такая сила, которая приковывает к себе. И в какой-то момент человек даже спать не может. Он уже не может заснуть, потому что он думает об этой боли в своих отношениях. Так действует судьба. Это не человек так действует. Понимаете? Ты думаете, этот человек меня заставил так? Эта судьба так действует. Она высвечивает, она так возбуждает такое настроение в близком человеке, что тут тебя колет. Ты это чувствуешь, запоминаешь это. Потом привязываешься больше к негативу. Негатив погружает тебя в тяжелую жизнь, потому что отношения погружают человека куда-то. Запомните, это страшная сила отношений. Мы недооцениваем эту силу. Это страшная сила, она куда-то человека погружает. Поэтому в древней культуре люди не смотрели всякую фигню, потому что они боялись сильно погрузиться в это. А люди смотрят телевизор и ждут, когда же этот фильм меня погрузит куда-то. Им даже все равно куда, лишь бы не здесь. Понимаете? Потому что мы не представляем, какая опасность. Если ты привязался к какому-нибудь Шварценеггеру или еще кому-то, понимаете, или к кому-нибудь аватару какому-нибудь, ты становишься этой обезьянкой постепенно, потому что твоя жизнь направляется в эту сторону. Любая сильная привязанность к кому-то, к какому-то актеру, артисту, человеку из фильма, это все меняет твою жизнь и, к сожалению, не в ту сторону, потому что эти артисты чаще всего не живут правильно, а ты именно к ним привязываешься, их считаешь своими кумирами. И это значит, что ты свою судьбу опять направляешь не в то русло, потому что настоящая удача, она имеет скрытую, незаметную, чистую и глубокую природу. Вот, например, у вас здесь, в Киеве, колоссальное количество удачи. Колоссальное, может быть, даже не может быть, а я думаю, нет такого города в мире, ну или практически нет такого города в мире, сколько бы было удачи в этом городе, в котором вы живете. Потому что я говорю сейчас о святынях. Понимаете, они не видны. Вот ты, допустим, видишь эту удачу или нет? Нет. Для того, чтобы ее увидеть, надо очень сильно в нее поверить, потому что она не дешевая. Если бы ты захотел, ты бы пошел и посмотрел на эти мощи святых людей, и тебя бы пробило, понимаете, капелька общения со святостью меняет всю жизнь человек. Я вам это говорю не потому, что я вам хочу что-то внушить. Это мой опыт жизни. Я, когда начал чувствовать свое прошлое, свою прошлую жизнь, я никак не мог понять, что меня вот толкает лекции читать, там, забыть про свою жизнь, ездить, ездить постоянно, что-то рассказывать людям. Чего толкает? Чего такое? Чего за силы-то? Я начал молиться и искать. Я нашел. Где-то семь или восемь жизней назад я увидел вот в своей судьбе, увидел, как вспышку молнии, я встретился с каким-то очень возвышенным человеком. Он просто сиял любовью к Богу. И эта встреча длилась очень мало. Может быть, полчаса, я не знаю. Ну, то есть немного, понимаете? Вот эта вот встреча одна перевернула мое сердце. И это сработало не сразу, а через много жизней. То есть эта память о святости, она неразрушима. Она живет в сердце человека и постепенно выходит наружу, когда у человека пропадает интерес к тому, что он видит перед собой. Она выходит наружу, раскрывается перед ним, начинает тянуть его вверх все сильнее и сильнее, и сильнее, и сильнее. Поэтому цель человеческой жизни – это стремиться к святости, к тем людям, которые обрели вот эту вот горячую силу любви к Богу. Мы же хотим любви, всю жизнь мечтали любви. Вот это и есть любовь. Это и есть любовь. Просто мы-то думаем, что она придет от мужчины или от женщины. Она приходит не из этого источника, она приходит из высокого источника, который недоступен простому взгляду. Для того, чтобы увидеть эту любовь, нужно что-то делать для святых людей. И поэтому есть служение, духовная жизнь, которой большинство людей даже не догадываются, что это в жизни вообще бывает. Но это бывает. И бывает очень сильно. И так, для того, чтобы изменить отношения с близким человеком, нужно, чтобы боль стала слабее. Ну и пусть давит ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Понимаете? Человек должен восстать против памяти о трагичности своей жизни. Он должен восстать против памяти и пойти туда, где есть чистота, где есть легкость, где есть радость, где есть глубина и возвышенность. Это храм. Какой храм, Олег Иванович? Ваш храм, ваше. Ваши веры. То есть Бог везде живет просто. Ну, люди, они сочиняют. Они говорят, вот мне наши веры, Бог дал как бы настоящее. А везде это не настоящее. И для этого человека, который это сочиняет, это абсолютная правда. Но для другого человека, которым Бог точно так же дал настоящее, это тоже самое настоящее. Это можно сравнить только с одной вещью. Не вещью, а с одним феноменом в жизни. Вот мать, допустим, смотрит на своего ребенка, говорит, это вот самое настоящее, вот это самое лучшее, что может быть вообще на этой земле. И точно так же думает другая мать про своего ребенка. Не думайте, что меньше. Вот точно так же, как матери думают про своих детей, так и все верующие люди уверены, что их вера лучше другой. Но только вам, если вы хотите быть разумными людьми, не надо поддаваться на эти провокации. Если у вас есть своя вера, так останьте с ней и думайте так. Но не надо думать, что другие веры хуже. Хотя это невозможно понять. Бог человеку дает погружение только в одну веру. Если оно есть, это погружение. А если нет, значит, вам не повезло. Итак, мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь, что боль отношений может убрать только Бог. Ни другой мужик, ни другая женщина, ни телевизор, ни бутылка, ничего не уперет боль. Оно может чуть-чуть притушить, но потом опять все начинается заново. Только святость, только молитва, только духовная жизнь. И Бог, Он может по-разному выглядеть, понимаете, не обязательно только в храме. Для детей, допустим, Бог — это что-то свое, допустим. Но всегда это означает позитив. Вот позитив. Если вам говорят, у вас все будет хорошо. Говорят, ну ладно, мне это уже говорили. Не надо так относиться, понимаете. Если вам кто-то говорит позитив, значит, там есть Бог. У детей это по-своему выглядит, у взрослых по-своему. Кто-то больше это понимает, кто-то меньше. Но именно к этому должен стремиться человек. Поэтому существует три аспекта позитива. Первый аспект даёт человеку хорошее настроение, жизнерадостность, здоровье. Даёт человеку бодрость, хорошую работоспособность, лёгкость, восприятие мира. Это природа. Первый аспект Бога. И на природе надо двигаться, что-то делать. Если ты там замороженный стоишь, ты не почувствуешь природу. Нужно движение, аскеза на природе. Зарядка там, двигаться. И с радостью. Поймите, природе поклоняться надо. Это аспект Бога. И поклоняются природе только движением и радостью. Надо забыть всё, забыть свою работу. И просто на природе двигаться. Понимаете? И это означает служение природе. В это время ты получаешь эту энергию Бога в себя. То есть у тебя хорошее настроение, бодрость, возможность рожать у женщин сразу появляется. Они ищут возможность рожать, там, эко, там, то, сё. Возможность рожать – это просто энергия природы. Она зашла в тело и рожает сколько хотите. Если вы, допустим, не можете вынашивать ребёнка, у вас не хватает энергии природы. Я сейчас вот всем своим знакомым женщинам, которые беременны, всем-то одной, говорю, как можно больше ходите каждый день. Ну, то есть не как можно больше, но хотя бы полтора часа в день. Ходите, потому что вы, когда идёте, вы закачиваете из себя энергию природы, а почему токсикоз этот весь, вялость, плохое настроение во время вынашивания – это всего лишь одна проблема. Проблема заключается в том, что ребёнку не хватает сил расти. Именно эти силы вырабатываются во время движения женщины. Она идёт, и силы вырабатываются. Вот поднимите руку женщины беременной, которые начали ходить, вам легче стало. Вот, молодцы. Показывайте им пример, всем остальным лентяйкам. Второй аспект энергии Бога – это Бог действует. Это Он облегчит, Бог облегчит вашу семейную жизнь. Вам станет легче. Вот прямо с этим дураком? Да. Вот прямо с ним станет легче. Это моя гарантия вам. Я давно уже еду, много людей видел, много судеб. Моя гарантия вам. Станет легче с ним, если вы сделаете шаг в сторону дружбы. Запомните, есть вторая сила, кроме наставника, или Бога, или иконы, есть ещё одна сила, которая облегчает жизнь человека. Это добрые люди. Ищите добрых людей. Они есть, их мало. Скажите, почему я не вижу добрых людей вокруг? Потому что это представители Бога тоже. Это называется друзья. И поэтому очень важно искать друзей. Друзья – это только те, которые работают над собой. Это те, которые стремятся к Богу. Это те, кто развиваются к личности. Друзьями не могут быть люди, замороченные на работе, на своих делах. Потому что дружба – это бескорыстная штука. Понимаете? Если ты корыстно настроишь, ты не можешь быть бескорыстным. Бывает дружба выходного дня, когда мы вместе, вот мы работали вместе, поехали там, попили, потанцевали, попели. Это не дружба. Дружба – это использование энергии дружбы в личных целях. Дружба означает, что ты просто идёшь и отдаёшь себя человеку, делаешь что-то доброе для него. Это дружба. Но это дружба возможна, если у тебя на это есть силы душевные. Так вот ищите друзей. Друзья – это не старшие люди, это равные, это такие же, как вы, те, кто идут к Богу. Но если вы себе друга найдёте, друг – это не противоположный пол, это такой же пол, как ты. Если женщина, значит, друг – это женщина. Если мужчина, значит, друг – это мужчина. Если вы находите друга, который противоположно полу, это не друг, это ваш разрушитель. Это сила, разрушающая вашу жизнь, потому что через эту силу входит злая судьба. Вот допустим, у женщины есть друг, она скажет, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас с ним нет ничего плохого, мы просто общаемся. Я понимаю, не претендую на какую-то другую правду. Просто поймите, что если вы с мужчиной общаетесь, как с другом, не со своим мужем, с другим мужчиной общаетесь, как с другом, это значит, что через эту лазейку к вам в жизнь зайдёт тот, кто вырвет вас из семьи. точно так же, если у мужчины есть женщина, друг, она не жена, друг просто, с которой вы общаетесь, как с другом, как бы, близкие отношения, дружеские близкие отношения, она не будет становиться вашей женой. Может быть. Может быть, да. Но вот через её лазейку войдёт в вашу жизнь другая, которая вас из семьи вырвет. Потому что, если лазейка есть, туда обязательно пролезет. Всято место пусто не бывает. У мужчины только одна женщина может быть другом. Это его жена. У женщины только один мужчина может быть другом. это её муж. Брат или сестра могут быть другом? Могут быть в какой-то степени. Не сильно, опять же, близко. В какой-то степени. Если сильно близко, то разрушаются близкие отношения с мужем уже или с женой. И все это знают. Это происходит. Люди чувствуют это, боятся. Близкий человек начинает бояться. Ревность означает страх. Страх. Чувства происходят. Опасность. Возникает опасность. Итак, близкий человек это для женщины женщина. Для мужчины мужчины. Кто такой близкий человек? Близкий человек это не тот человек, который говорит, да у тебя муж козёл, давай его бросай. Понимаете, это не друг. Друг это человек, который по-доброму себя с тобой ведёт, но он при этом тебе говорит мягко и аккуратно правду. А правда она всегда имеет горький вкус, мои дорогие друзья. Она сначала горькая, потом сладкая. Ложь сначала сладкая, потом горькая. Бросила мужа, потом хлебает. Как же дружить? Дети это знают, взрослые забыли. Надо просто стараться отвлекаться от себя. Если ты хочешь дружбы, а зачем нужна дружба? А дружба нужна для того, чтобы облегчить свою жизнь. Если друг просто появился, всё, тебе уже легче. Понимаете, вот эта вот глубина страданий семейной жизни уже там на 20, на 30, на 40, на 50 процентов меньше, просто потому, что есть друг. Это тоже близкие отношения, но они имеют природу милости. Это милость Бога через эти отношения идёт. И так милость Бога идёт через природу, которую мы забыли. Она даёт хорошее настроение, бодрость. Если у вас у меня всё это время плохое настроение, вам не хватает энергии природы. У меня нет рабочных способностей что-то в этом Киеве. Вам не хватает энергии природы. Я не могу вообще никого не очень чувствительно. Вам не хватает энергии природы. Поубивал бы всех. Вам не хватает энергии природы. Это всё одна тема просто. Не хватает энергии природы. Олег Геннадьевич, при чём природа? Это значит характер плохой. Да не характер это плохой. Я вам сейчас легко докажу. Вот смотрите, допустим, у вас маленький ребёнок. Допустим, если он орёт и хочет кушать, вы это поймёте быстро. Накормите. Если он орёт и хочет спать, вы это поймёте быстро. Если он орёт и запелён неправильно пелёнки, вы это поймёте быстро. Но есть одна вещь, когда он орёт, и вы не знаете, что он хочет. Я вам знаю точно. Точно скажу, что он хочет, если он орёт, и вы не знаете, что он хочет. Он хочет на улицу. Если вы его на улицу выводите, что происходит? Он радуется, потому что Бог ему дал естественную возможность любить природу. Он любит её естественно, потому что он ещё маленький и тупой, не такой, как мы. понимаете, только тупые и маленькие могут жить естественно, понимаете. Вот, допустим, корова, она сначала нюхает, а потом ест, потому что для того, чтобы что-то съесть, надо это сначала понюхать. И если вам запах не нравится чего-то, что вы едите, это значит, что это вам не подходит. А если противно, это значит, что там бактерии или яд или ещё что-то. Это значит, это вообще нельзя есть. Но мы сначала едим, а потом нюхаем. Почему? Потому что мы слишком умные. Мы воспринимаем пищу по своей памяти. Мы думаем, это должно быть вкусно. Ну, ты понюхай, может быть, это не то, что ты думаешь. Корова нюхает сразу. Я пробовал, если нос ей закрывать, она не ест. Я нос закрываю, она не ест. Открываю, ест. Закрываю, не ест. Всё. Потому что она корова. Вы слишком умные, понимаете, чтобы на природу ходить. Я когда Олег Геннадьевич? Ну, тогда не обессудьте, что вы злитесь, ругаетесь друг на друга. Потому что ребёнок, когда плачет, кричит и он на улицу он плохой или нет? Нет. И он на улицу выносит, он такой хороший, да? Почему он хороший? Потому что он наполненный природой. Так вот, знайте, если ваш муж орёт или жена, она тоже хорошая. Единственное, что нужно для неё сделать, это наполнить её природой. Я хоть и знаю это, хоть и знаю это, но я всегда удивляюсь, какой жена становится хорошей из-за того, что она наполняется природой. Вот сегодня нам организовали, как мы прилетели из Минска, нам организовали баню на природе. И жена там как колокольчик смеялась просто постоянно. Потому что она наполнится природой. Но давно уже не слышал такого смеха. Круто? Просто энергия природы. Ой, как здесь хорошо, ой, как здесь хорошо. Она так звенела рядом со мной. У неё такой голос вот такой звонкий. Она, кстати, вам будет лекцию читать. Для женщин только, наверное, мужчин вообще не читает. Мы говорим сейчас с вами о лёгком стиле. Что такое лёгкий стиль? Это когда ты деликатно обращаешься к своему человеку. Эта деликатность является искренностью? Нет? Искренне ты бы его поубивал. Ну, если по-честному. Вот. А ты просто вот деликатно, мягко, если тебя спрашивают «Ты чувствуешь себя обиженным?» Надо говорить «Нет, вообще не чувствую». Это ведь ложь. Но мы с вами говорим сейчас о любви. Понимаете, любовь, она движется в отношениях, в которых ты ведёшь определённую игру. Вот вы можете верить мне это, можете не верить. Мои дорогие друзья, я вам рассказываю очень сокровенные вещи сейчас. Даже отношения, в которых живёт любовь, на санскрите называются «лила». Знаете, как переводится слово «лила»? Игра. Ну, то есть, другими словами, любовь живёт в игре. Понимаете? Фактически отношения в супружеские отношения между мужем и женой — это определённая игра. Во что игра? Что всё хорошо, всё классно. И когда... Зачем эта игра нужна? Для того, чтобы жила энергия любви. Понимаете? Энергия любви не может жить там, где люди драматизируют каждое происходящее событие. Понимаете? Драматизация приводит к тому, что ты разочаровываешься, у тебя уже нет любви. Понимаете? Любовь означает, что ты не разочаровываешься, ты стараешься всё воспринимать легко, всё, что происходит. Это мой ответ, девушка, на ваш вопрос, что же произошло. Я вам объясняю, что просто вы жили... Ваш способ отношений, он не давал вам возможность культивировать любовь. Понимаете? любовь культивируется любовь культивируется только в мягких, лёгких отношениях, а для них человек должен быть очень сильным. То есть означает вести здоровый, правильный образ жизни, наполняться от друзей, от Бога, от природы. И тогда наступает лёгкий стиль, в котором ты стараешься не обращать внимания на то, что судьба тебе приносит через близкого человека. И вы скажете, что в таком дурацком состоянии жить всю жизнь? Это не дурацкое состояние, мои дорогие друзья. Это состояние, в котором близкий человек очень быстро меняется, потому что он увидит в тебе, что ты не злишься на него, что ты не обвиняешь его, что ты не против него. Он увидит в тебе именно любовь. Представьте себе, это удивительно знать, что ты просто выполняешь правила отношений, вот это правило лёгкого стиля, а близкий человек будет говорить спасибо тебе за любовь. Понимаете, то есть, если ты даёшь возможность энергии любви двигаться, она будет двигаться. Теперь, вот как выглядит у женщины этот лёгкий стиль отношений? Лёгкий стиль означает, что она играет во что-то, понимаете, то есть, она делает вид, что ничего не происходит плохого, но это и есть настоящая любовь, как оказывается. Смотрите, как это у женщины выглядит. это игра, и женщины не беспокойтесь, это просто игра, понимаете. Я вам показываю, как это выглядит. Допустим, муж приходит с работы, говорит, начальник вообще у меня козёл. Он говорит ей, а она-то знает только козёл. Ну что, дура, что ли? Она его, козла этого знает вдоль и поперёк. и она ему говорит, заходи, мой хороший, конечно, козёл, заходи, садись кушать. Но внутри она знает, кто козёл. Ещё раз повторяю, она не дура. Она просто ведёт себя таким образом, чтобы он почувствовал, что она его любит. И это факт, потому что в это время, когда она так сказала, чувствует, что жена его понимает, любит, заботится о нём. Вот мужчине, женщине, вот именно это и надо в жизни. То, что для вас кажется глупостью, на самом деле для мужчины это его жизнь. Мужчина хочет от женщины вот этой поддержки, что она согласилась с его мнением, понимаете? Женщина, которая видит насквозь этого мужчину, которая является его сердцем, которая является его совестью, она видит его всю подноготную, она знает его все недостатки. Она точно знает правду, кто козёл. И она, вот эта женщина, которая является самой совестью мужчины, говорит ему, да, да, конечно, он козёл, заходи, раздевайся, мой хороший, давай пойдём кушать, всё будет хорошо. Для неё это выглядит как лёгкий стиль просто, потому что она бы могла его порвать просто, если бы захотела. Потому что она, сама его совесть, сама его судьба, она точно знает судьба, кто козёл. Но она этого не делает. Она говорит, пойдём кушать, мой дорогой. Как он это воспринимает? Как любовь. Я вам точно это говорю. Я так живу, я так делаю. Понимаете, я так воспринимаю свою жену. И она благодарна мне за это. Она же на самом деле вас как вам не считает. И вы же на самом деле... Она меня не считает козлом на самом деле. Вы уверены? Ну, это хорошо, что вы уверены, потому что вы слушаете мои лекции. Но она моя жена. И она не слушает мои лекции. Она мне читает лекции. Она вам никогда не скажет, что я козёл. Она меня таким не считает. Но иногда ей сильно хочется так считать. Потому что есть причины, которые приходят в его сердце, её сердце из моей жизни. И эти причины называются «моя судьба». Не думайте, что у меня лёгкая судьба. Если посмотреть на мою судьбу, то в моей судьбе все планеты стоят так, чтобы семья была разрушена. И тем не менее она не разрушена. Это не означает, что я всегда имел такие силы. У меня были поражения в моей жизни. Я никого никогда не бросал. Но поражения были. Я натренировался. И сейчас я знаю, как себя вести со своей судьбой. Понимаете? Но если вы думаете, что моя жена на меня не гневается, не обижается, не злится, не разочаровывается во мне, то вы находитесь в полной иллюзии. просто это все нейтрализуется определенным отношением и с моей стороны, и с ее стороны. Тара! Ну, в общем, я вас заинтриговал, да? Завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ